Всем привет, друзья, с вами Маламадрас. Недавно в PUBG вышло грандиозное обновление, несущее в себе долгожданную карту Викенди, которая уже железобетонно укрепила позиции облегченного PUBG для слабых ПК. Ведь теперь по сути PUBG не шибко-то отличается от Steam-версии по контенту. Осталось завести БРДМ, несколько пушек, механику бросков предметов и пару новых фишек. Про карту Каракин с разрушением зданий я ничего пока не говорю, там еще и в Steam-версию это толком не завезли полностью. Для вас не новое, что я давным-давно снимаю рубрику, где сравниваю все три PUBG, то есть Steam-овский PUBG, Lite PUBG и мобильный PUBG. Если не видели предыдущей серии, имеет смысл посмотреть. И в этом видео я также буду сравнивать все три PUBG, но главным предметом сравнения будет как раз карта Викенди. Поэтому устраивайтесь поудобней и мы начинаем после короткой рекомендации. Надоели однообразные вещи из масс-маркета? Хочу посоветовать магазин, где много оригинальных стильных вещей с принтами на любую тему. Только здесь ты сможешь создать свой собственный дизайн в конструкторе на любой вещи, а также выбрать из 20 тысяч игровых принтов что-то для себя или близких. Здорово носить что-то уникальное, сделанное в единственном экземпляре специально для тебя. Дарите эмоции, улыбки и радость вместе все майки ру. Переходи скорее по ссылке в описании и используемый промокод на скидку. Итак, карта Викенди в PUBG. По сути все карты в Lite версии это те же самые карты, что и в мобильной версии, но чуть-чуть покрасивше. Те же текстуры, те же модели чаще всего. Этим и обусловлено облегчение игры для слабых ПК. Но в случае с Викенди разработчики решили добавить все же живости карте и например на космодроме добавили модельки разрушенных транспортных средств и горящие машины. А в Динопарке вулкан сделали дымящимся и больше похожим на стимовский PUBG, нежели на мобильный. Да, в мобильном тоже есть вулкан, но выглядит он совсем не так. Ну, вот для сравнения. Также на замерзшем озере в Гароке в Lite версию добавили рыбацкие постройки, которых в мобайле нет. Конечно это не дотягивает до стим версии, но все же карта выглядит более живо. Как вы знаете, и в стимовской, и в мобильной версии есть секретная пещера в горе рядом с городом Подвоста, в которую можно попасть, разбив на транспорте один из трех камней загораживающих вход. В этих пещерах раньше можно было найти аэрдроп или даже два, в котором спаунился топ-лут, типа геликостюма, АВМов, Аугов, ну и прочего лута из стандартного аэрдропа, что заставляло многих игроков лететь сразу туда и получалась нереальная битва в самом начале игры. Кстати, сейчас, что в мобильной версии, что в стим, насколько я знаю, убрали эти аэрдропы. Да, лут остался внутри, но сами аэрдропы вырезали. В мобильной версии было конечно все попроще, так как игроков в катке меньше за счет ботов, но все же постреляться получалось. Что же в лайт-версии, господа? Давайте посмотрим. К сожалению, нифига. Я протаранил вход, но бесполезно. Камень неприступен и я только разрушил тачку и потратил свое хп. Я было подумал, что может не в тот вход я въезжаю, но во второй раз получилось то же самое. Видимо разработчики торопились и забыли завести нам пещеру. Но как вы помните, что в пк-версии и в мобильной пещера была далеко не сразу реализована в полной мере. В мобилке, например, можно было проникнуть внутрь с помощью текстур, но вот обратно уже было не выбраться. Так что в пабглайд на данный момент пещеры нет. Дальше мы посмотрим на лед. Ведь замерзшее озеро в Гароке и река добавлены на карту не просто так. Лед в тимовском пабге вещь непростая и кататься по нему просто так небезопасно, так как маневренность транспортного средства ощутимо снижается, в особенности если это какие-нибудь мотоциклы и так далее. В мобильной версии тоже кое-как лед вроде работает, но я бы не сказал, что на той же Ниве сильно ощущается сложность в управлении, в отличие от пк-версии. Ну и что же лайт-версия? Давайте посмотрим. В лайт-версии лед шикарен и действительно управлять тачкой на нем довольно сложно, так что в этом плане все гуд. С обновой добавили Ниву и мото-снегоход. И та же самая Нива выглядит довольно красиво и реалистично, за исключением внутреннего наполнения. Там разработчики решили все же упростить все до мыла, чтобы модель не сильно грузила игру. Как по мне, так это справедливый выход более чем, зато снаружи тачка выглядит красиво. Далее у нас по плану следы. Следы это отдельная фишка Викенди, которая помогает отслеживать врагов, а также транспортные средства. Вещь невероятно полезная, так как легко можно определить, был недавно здесь враг или нет. Еще с выходом Викенди в стим-версию, я первым делом пошел проверять следы в пабг и проводил с ними различные эксперименты. И выяснил, что следы пропадают в пк-пабге через 10 минут. В мобильной версии же следы работают совершенно иначе. Они могут в принципе не пропадать хоть всю катку, если вы будете стоять рядом неподвижно. Они там исчезают по системе змейки. То есть следов у одного игрока может быть ограниченное количество, и когда это количество подходит к концу, то первые следы начинают исчезать, меняясь на новые. Как же реализованы следы в пабг-лайте? Давайте проверим. Чтобы сэкономить время, я решил сначала проверить систему мобильного пабга, чтобы не ждать 10 минут. И да, пабг-лайте, к сожалению, использует систему ограниченного количества следов. Почему к сожалению? Да потому что по таким следам определить противника гораздо проще и быстрее, так как если вы уж нашли след, значит враг очень близко. Ну а может быть это и хорошо с другой стороны. Кстати говоря, следы транспортного средства тоже ограничены, но очевидно, что их количество гораздо больше, чем у персонажа. Теперь что касается ночного викенде. Выглядит всё очень красиво, но я бы слабо назвал это ночью. Да, ярко светит луна плюс снег, поэтому это создаёт какое-то такое свечение. Но давайте сравним темноту в трёх версиях. И в итоге, мне кажется, ночной режим на викенде в лайт-версии гораздо светлее, чем в остальных. В целом, карта викенде в PUBG мне очень понравилась. Я уже говорил ранее в своих видео, что несмотря на упрощённые текстуры, освещение и прочее, всё равно играя в PUBG спустя пару минут, ты забываешь, что это не стимовский пабг, и выглядит всё довольно гармонично и хорошо. Если, конечно же, не сравнивать прям вот рядышком на двух экранах. И викенде реально получилось очень круто. Так что теперь в лайт-версии целых 4 карты, а разнообразие карт это великолепно. Ну, а я на этом буду заканчивать. Пишите, как вам новая карта викенде в PUBG, ну и, конечно же, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И подписывайтесь на канал. С вами был Маламадрас, до скорого.